В этом коротком видео вы узнаете, как правильно питаться для вашего здоровья и активного долголетия. Вы узнаете топ 6 компонентов. Незнание и неправильное выполнение всего одного из них приводит к тому, что вы не просто выбрасываете деньги на ветер. Вы активно вкладываете деньги в развитие болезней в вашем организме. А их на сегодня известно около 30 тысяч. И вы можете неправильным питанием развить любой комплекс из этих 30 тысяч болезней. Оно вам надо? В этих условиях ваша жизнь в принципе не стоит ломаного гроша. И чем больше вкладываете в свое нездоровье, тем больше получаете негативных результатов. Вы же прекрасно понимаете, что вы взрослый человек. Если вы купили какой-то автомобиль и вам в автосалоне забыли сказать, какое топливо нужно вливать в автомобиль, какое масло использовать, какую воду, по каким дорогам ездить, в каких условиях ездить лучше. Вы понимаете, что в этих условиях двигаться в автомобиле опасно. Опасно для жизни. Потому что вы не знаете, за штурмалом чего вы сидите. То ли у вас автомобиль массовой сборки, то ли у вас уникальный автомобиль ручной сборки, то ли вам по дешевке подкинули космический корабль. Вы понимаете, что движение с закрытыми глазами это очень плохо. Большинство, к сожалению, людей двигаются по жизни вот таким вот образом. Потому и болеют часто. Потому и ищут в принципе чаще всего не профилактика, а лечение. Очень мало людей занимаются профилактикой. Но те, кто искали правильное питание, понимают, что ваша цель именно эта. Ваша цель именно профилактика. А в меньшей степени лечение. Потому что если вы не знаете вот этих условий работы автомобиля, путей у него всего два. Реальных, разумных. Это либо на склад, в гараж, либо в музей. Но в любом случае моральное старение автомобиля, оно будет присутствовать. То есть износ все равно будет происходить. Потому что если активно двигаться не понимая как, то это уже на свалку. Через болезни, может быть через автосалон, если вы успеете. Через СТО. Но вы знаете, это уже не здоровье. Поэтому тут вы должны прекрасно понимать. Я вас прекрасно понимаю, что правильное питание это основа. Я попробую в этом коротком, еще раз напомню, видео сконцентрировать, во-первых, более чем 25-летний опыт врача. Опыт семи поколений, как минимум, фитотерапевтов. Который я сконцентрировал, опубликовал, ну вот, в виде стопочку. Это часть из опубликованных мною 50 книг врачу. Как вы понимаете, такой объем информации только прочитать у вас уйдет примерно неделя видеозащитная. Короче. Я уже не говорю про то, что обработать, а потом еще и правильно использовать. То есть на это у вас уйдет уйма времени ушла бы, если бы вы не нашли это видео. Здесь вы видите часть из опубликованных, из публикаций в газетах и журналах. Только часть, примерно десятая часть, если бы поставил бы все. Как вы понимаете, вы меня не видели, а только слышали. Потому что все остальное место было бы занято этими публикациями. Вы знаете, спасибо интернету. Вот публикации в интернете не мешают нам с вами общаться, наоборот, даже помогают. Потому что у меня сотни видео в интернете есть. Мне говоря уже о статьях, которые там есть. И это информация, которую в свободном доступе вы можете легко пользоваться. Подписчикам моего канала это проще сделать. Потому что внутри канала проще искать видео, чем по поисковым словам снаружи в интернете. Подписаться легко и просто. Поэтому тут вопросов нет. Но прежде чем перейти к топ-6, я хотел бы провести небольшой тест среди вас. Я хочу узнать, сколько спам роботов смотрит мое видео. Сколько реально людей, живых людей, которые интересуются своим здоровьем, правильным питанием, понимают, что им это важно. Поэтому те, кому это важно, оставьте лайк. На видео я буду знать, какой процент людей, для кого я работаю. А сейчас топ-6. Номер 1. Ну, вы все понимаете прекрасно, что все, что мы вкладываем в свой организм, это энергия солнца. Все создано энергией солнца. И мы ее употребляем так или иначе. Но есть люди, которые хотят и утверждают, что они питаются энергией солнца фактически напрямую. То есть они считают себя солнцеедами, праноедами. Ну, это здорово, это прекрасно. Вы, кстати, тоже можете определить свои способности в этом направлении. Посмотрите в зеркало. Если у вас зеленый цвет кожи, то, возможно, у вас реально есть там хлорофилл. И вы можете энергию солнца использовать напрямую. Но если у вас зеленоватый цвет кожи, то, возможно, часто это признак различных заболеваний. И вам скорее не в солнцеедни, а вам в ближайшую больницу на обследование. Выяснить причину, почему такое состояние, такой цвет кожи у вас. Потому что, ну, частично есть в природе, конечно, стопроцентные солнцееды напрямую. Это растения. Частично энергию солнца, тепловую энергию солнца используются в холоднокровные животные. Но их активность зависит от солнечной активности. То есть солнышко на горизонте, им тепло, они активны. Солнышко за тучу или за горизонт, они активность свою теряют, потому что у них обмен веществ зависит от этого. Все остальные не могут таким путем получать достаточное количество энергии для своей активности. И должны все-таки брать питание какими-то другими путями. Поэтому солнцеедине это здорово, праноедине это здорово. Фактически, вот те, кто утверждает, что они этим занимаются, эта система называется сухое голодание. Вот. И то даже не полноценно сухое голодание, более широкий диапазон продуктов употребляет человек. И разоблачения известны, то есть вы это можете найти. Поэтому солнцеедине топ-1, бесплатный такой продукт в питании, но он нереальный. Это из ряда научной фантастики, кстати, лечения поиск панацеи. Ее искали, ищут и будут еще искать. Вот то самое волшебное средство, вводя которое в организм, больше ничего не надо делать. Конечно, это панацея, это такое перспектива, это желание поддерживать свое здоровье для ленивых. То есть, как бы вот что-то чуть сделал и все, и будет счастья. Не будет счастья, потому что организм очень сложная система. И для ее поддержания нужно много разных компонентов. Правильное питание это не один компонент, это много компонентов. И вы это, просмотрев все топ-6, вы это поймете. Поэтому солнцеедине мы оставляем в разряд научной фантастики, как и другие панацеи в виде пищевой соды, перекисы водорода. Много разных средств. Ищут, как бы лечится все, не лечится все таким путем. Что-то можно вылечить, но это ограниченный набор заболеваний. А в правильном питании это, увы, использовать невозможно. Поэтому не тратьте время зря на такие волшебные средства. Смотрите видео дальше. ТОП-2. Второе место я бы отдал очень уникальному продукту, без которого, в принципе, все остальное, то, что будет сказано позже, не имеет никакого смысла. Если этого компонента нет, все остальное бессмысленно делать. Если вы неправильно пользуетесь этим компонентом, все остальное для вас имеет только теоретическое значение. Без этого компонента обычный человек не может прожить дольше 5 минут. Подготовленный может прожить немножко дольше. Но, вы знаете, даже подготовленный человек неправильно это использует. Потому что, по большому счету, этим путем в организм ежеминутно попадают миллиарды бактерий. И нужно знать, как правильно с ними справляться. Этим путем в организм попадает пыль. И подсчитано, что при жизни в более-менее комфортных условиях, полторы тонны пыли, 1500 килограмм, я не оговорился, попадает этим путем в ваш организм. Соотносите это со своим весом, посмотрите, насколько громадную нагрузку несет ваш организм, если вы неправильно этим компонентом. Пользуйтесь. Это очень серьезно. Например, 2 килограмма пыли в год. Вы взвешивали пыль, которую ваш пылесос собирает в квартире? Прикиньте. Ваш организм более активный пылесос, чем тот пылесос, которым вы чистите свое помещение. В общем, важно этим правильно пользоваться. Потому что, если вы неправильно пользуетесь, как вы поняли, кислородом, то есть органами рехания, у вас увеличивается лязкость крови, у вас увеличивается уровень гемоглобина и количество эритроцитов. А это износ чемпиона по уходу на тот свет сердечно-сосудистой системы. Потому что нагрузка, тем более вязкая жидкость, тем тяжелее качать сердцу, и тем сложнее удерживать сосудом эту жидкость. Поэтому тут вы должны понимать, что это номер один, без него никуда. И правильное дыхание во многих восточных системах очень много внимания этому уделяется. Дыхательная гимнастика, да, через дыхание, вдох и выдох регулируют обмен веществ в вашем организме, потому что от этого зависит активность вегетативной нервной системы симпатического и парасимпатического отдела. Тоже можно активно вмешиваться, но тут уже активное вмешательство, тут уже смотреть, какие болезни вы имеете. Это не так просто уже. Единственное, что я могу посоветовать на этом уровне, это регулярное дыхание через нос. Когда вы вдох делаете через нос, в вашу дыхательную систему воздух попадает наиболее симпатичный ей. То есть он очищен от пыли, очищен от микробов максимально, увлажнен, согрет. То есть это условие для того, чтобы дыхательная система работала эффективно и продолжительное время. То есть дыхание через нос, это ваша страховка. Потому что если вы только открыли рот, уже воздух пошел не того качества в органы дыхания, и органы дыхания начинают страдать. Но для того, чтобы дышать через рот, вам нужно подготовить воздух в окружающей себя среде. Вы должны использовать различные средства для улучшения качества воздуха. В этом видео я не смогу об этом сказать. Кому нужно больше информации, контакты, вы видите, обращайтесь. Топ 3. Это без этого компонента, ну, редко живут больше 5 суток. Некоторые могут прожить дольше, но чаще всего меньше. В экстремальных условиях примерно сутки можно прожить без этого компонента. Потребность в нем громадная. Примерно 80 тонн этого компонента вы употребляете за свою жизнь. Причем, когда считается, что для того, чтобы, ну, вы уже, наверное, догадались, это вода. И вы знаете, вот когда рекомендации идут, пейте полтора-два литра воды в сутки, и будет вам счастье, вы знаете, не будет. Потому что, если средняя продолжительность жизни человека 70 лет, то почему-то все равно физиологи говорят 80 тонн воды за жизнь. Вопрос, как вы это будете использовать правильно и рационально. Потому что 70 на 2, арифметику вы знаете, это будет 140 тонн воды. Почки не рассчитаны на такой громадный объем, поэтому не нужно перегружать свою выделительную систему почки водой, потому что они могут не выдержать. Но если вы неправильно используете воду, она первично попадает в сердечно-сосудистую систему. Увеличивается объем крови, и это тоже нагрузка на сердце. Вы знаете, при определенных условиях выпить пару стаканов воды, можно сердце сорвать на всю жизнь. Это нужно просто знать и понимать. Но это далеко не все количество воды. Очень важно качественный состав воды. Может быть я сейчас вам открою истину, может быть я вам как-то напомню о том, чтобы вы задумались над этим компонентом. Но, качественный состав воды до физнагрузки, во время физнагрузки, после физнагрузки, это уже не 2, это 3 большие разницы. Качественный состав воды весной, летом, осенью, зимой, это 4 большие разницы. Вы это должны понимать. Качественный состав воды до работы и после работы, в разном возрасте, при разных болезнях, для профилактики, для сохранения здоровья. Это разные вещи. Вы это должны понимать и не просто понимать, а правильно использовать. Вот тогда топ-3 имеет для вас значение. Мы еще к питанию, в прямом смысле слова, то, что вы искали, еще не подошли. Потому что, если вы не делаете это, вода в принципе, это великолепный теплоноситель, который приносит какие-то калории и выносит калорию. Помогает вам участвовать в терморегуляции, поддерживать постоянную температуру тела. Вода великолепный растворитель, в котором не просто ввести его в организме будет счастье. Нет. Он должен принести к вашим клеткам полезные питательные вещества. То есть из топ-4, которые я скажу чуть позже. А от клеток унести те шлаки, которые клетки образовали. Если вы все это сочетаете правильно, у вас это находится в системе под названием правильное питание, сбалансированный здоровый образ жизни, не вопрос. Вы обеспечили и питание своих клеток, то есть обмен веществ, и удаление шлаков, то есть безопасность. Если вы это не знаете, как вы понимаете, что правильное питание вы своему организму никогда не обеспечите. А вводя большое количество воды, просто вредите своему организму, активно и целенаправленно. Поэтому так делать не стоит. Нужно информации больше про воду. Книжки об этом есть. Телефон для этого есть. Почта для этого есть. Не вопрос. Топ-4. Это собственно правильное питание, то, что вы скорее всего что искали. Наконец-то мы добрались до этого. Ну, вы знаете, без продуктов питания, в прямом смысле слова, человек может находиться несколько недель в случае, если он создал для себя запасы. Потому что, находясь на так называемом лечебном голодании, человек расходует те запасы, которые он до этого сделал, а в свой организм вводит только позицию 2 и 3. То есть это воздух и вода. Ну, это компоненты, которые человек использует в питании, при лечебном голодании. Но, если вы создали великолепный резерв, великолепное разнообразие по продуктам в своем организме, запасы создали великолепные, прекрасно. Ваш организм спокойно работает на этой системе. Если же вы питались непонятно как, непонятно чем, непонятно когда, то есть резервов у вас реальных нет, у вас есть один резерв, это жировая ткань, с которой вы пытаетесь бороться, пытаясь снизить вес таким уникальным путем, то ваш организм попадает на дефицит полезных питательных веществ, которые он должен получать ежедневно. Напомню, физиологи посчитали, 500 различных компонентов должны попадать ежедневно в ваш организм, вода и кислород. ТОП-4 это 500 различных компонентов. То есть это сбалансированное, рациональное, разнообразное питание, которое вы не просто ввели в свой организм, ввели и усвоить это две большие разницы. Вы обеспечили их полноценное переваривание в пищеварительной системе, усвоение в печени, доставку с кровью к клеткам, только после этого ваши клетки попадают на питание. Только после этого вы обеспечили что-то для питания своих клеток. Понимаете, насколько это сложная система, ее нужно просто понимать, и не просто понимать, а выполнять. Иначе правильного питания вашему организму пока не добиться, не получить. Это сложная система. Я об этом знаю, немножечко информации, готов с вами этим поделиться, если вам это необходимо. Потому что, в принципе, питание должно быть подобрано под ваш пол. Вы понимаете прекрасно, что мужчина и женщина, они имеют разный обмен веществ. Соответственно, имеют разные заболевания, связанные с нарушением этого самого обмена веществ. И питание для мужчины и для женщины, это две большие разницы, как говорят, в Одессе. А вы знаете, есть еще возраст. Вы родились, и вы развиваетесь. Вы формируете свой организм. И для этого вам нужно тоже обеспечить правильное питание. С чего оно возникло, откуда появится. Если вы питание не вложили в свой организм, в соответствии с вашим возрастом. А тут можно грубо разделить на три периода. Период роста и развития, который у мужчин заканчивается в 30 лет, у женщин 24. Дальше, период максимального развития, он продлевается разное время до появления заболеваний. Явный. А дальше, период постепенного увядания. Потому что болезни уже говорят о том, что ваш аренит не здоров. У него уже куча проблем создалась. Явных. А если вы еще пройдете обследование, вы еще скрытые вы едете. Поэтому многие говорят, к врачам не ходи, но идут столько диагнозов, столько проблем. Что мама не горюй. Вы знаете, если вы находитесь в пустыне, то такой метод, подход к своему здоровью, он интересен. Но, если вы для того, чтобы проверить реальную его эффективность, вы найдете, как стать миллионером 4, в моем видео. Потому что для этого вам нужно по металлу страуса согнуться и попасть головой в песок. Если у вас хороший позвоночник, если у вас молодой позвоночник, вы это можете сделать. Но смотрите, чтобы это было в пустыне. Чтобы в асфальт не попасть случайно. Хотя многие не могут дотянуться руками до колен. Потому что позвоночник уже не тот. Как стать миллионером в видео номер 4, смотрите. Оно реально показывает, что вы делали для своего здоровья правильно. Но тут в данном случае не об этом. Поэтому возраст очень серьезное значение имеет. В правильном питании. Вы должны соответствовать своему возрасту питания. Тут как минимум 3 большие разницы. Знаете, есть еще переменные. Переменные очень серьезные условия труда. Знаете, ну труд физический и труд интеллектуальный. Это 2 большие разницы. Хотя сегодня это часто объединяется. Поэтому тут вариантов очень много. Условия труда диктуют вам правильное питание. Если вы их знаете. Если не знаете, то условия труда приводят к профессиональным заболеваниям. О которых вы можете узнать. Если не хотите, то понятно, что вам нужно делать. А есть еще климатические условия. Знаете, ну планету грубо можно разделить на 3 климатических зоны. Их больше, но я грубо так, знаете, по-простому. Есть зона, скажем так, полярная. Да, там очень холодно. И условия правильного питания там, это питание калорийной пищи. Питание пищи, которое дает вам много тепла. Значит, просто к обеду замерзнуть можно. Поэтому люди там питаются. Вынуждены питаться. Более тяжелой пищей, более такой ядовитой. Но они проверены уже по генотипу. Те, кто не смогли выдержать эти условия. Они просто там погибли раньше. Не успели оставить свое потомство. Но люди в 40 выглядят там, как дряхлые старики. Увы, но условия жизни там такие. По-другому нельзя. Есть еще одна область. Экваториальная. Там очень жарко. И там совершенно иные условия для питания. Правильного питания, сбалансированного питания. Потому что, если вспомнить физиологию, то по большому счету зона теплового комфорта это 18-24 градуса. Перегревание наступает в условиях, когда уже около 30, то есть 6 градусов всего плюс к зоне теплового комфорта. И у вас уже перегревание. 33 градуса, то есть чуть-чуть больше еще. И тут жесткие условия наступают. И очень легко тут перегреться, умереть от теплового удара. С переохлаждением проще. Потому что от плюс 18 до минус 70, при которых человек способен выживать, диабазон значительно шире. Он 10 раз шире практически. Но тут тоже важно понимать правильное питание. Потому что если тут питаться растительной пищей, не сможет человек согреться на такой пище. Он легко оборожение получает даже при плюсовой температуре. При 0 градусах люди замерзают, питаясь растительной пищей. Тут нужно просто это правильно понимать. Потому что погодные и климатические условия диктуют вам правильное питание. И бессмысленно им диктовать другое питание, которое вы хотите. Я мог бы вам рассказать анекдот на эту тему, но не буду затягивать это видео. Вы это все просто должны понимать. Из всего этого, из этих компонентов хотя бы, формируется ваш образ жизни. И правильное питание под ваш образ жизни. Если вы это делаете, регулярно выполняете, все прекрасно. Болезни вас посещать не будут. Разве что будут позже посещать, если у вас великолепный генотип. Если ваши родители великолепно постарались, сложили вам великолепный уровень здоровья, знаете, на 700 лет. И вы можете какое-то время плевать на свое здоровье, делать все, что угодно, а окружающие будут говорить, господи, как здорово. Ничего не делает для своего здоровья, и ходит здоровым. Да, потому что генотип был хороший. Если бы что-то делал, жил бы дольше. Люди, к сожалению, это не понимают. У меня на тему правильного питания полно видео, вы это можете посмотреть. Не вопрос, статьи есть в интернете. Но вы знаете, я понимаю ваши сложности, у вас уже у многих, наверное, как у меня волосы стали дыбом, у кого они есть. Если есть облысение, легко лечиться. Если там есть луковицы, волосы, их можно восстановить, волосы поднимутся. Но, как вы понимаете, это был только топ-4, еще впереди топ-2. Топ-5 это правильное движение. Да, 200% согласен, да, система кровообращения для того и существует, чтобы разносить питательные вещества по вашему организму, и выносить те продукты жизнедеятельности, которые в нем образовались. Тут без вопросов. Вы понимаете, что сердечно-сосудистическая система очень важна, а движение помогает. И те там 10-15 тысяч шагов, которые вам рекомендуют делать ежедневно, это абсолютно истинно, это правильно. Вопрос, в чем их нужно делать, потому что гиподинамия, когда вы лежите, вы не выполняете достаточно физическую активность, плохо, потому что вы понимаете, что полезные вещества не разносятся, шлаки не выводятся. гиподинамия тоже плохо. То есть спорт, активный физический труд, это тоже не совсем хорошо для вашего здоровья. Почему? Потому что мышца, когда она работает, она помогает питать ваш организм и очищать его. Если вы слишком активно двигаетесь, мышца, это потребитель полезных питательных веществ, белков, жиров, витаминов, микроэлементов. Понятно, что система расхода работает, вы должны эту систему расхода обеспечить более сбалансированным, правильным питанием. Если у вас все это получается, не вопрос, в спорте вы достигаете больших результатов, можете физически работать долго, если не получается, как минимум, вы получаете иммунодефицит. Потому что иммунная система и мышечная система, они служат в вашем организме депо белка, это два места, где организм может накапливать избыток аминокислот, но только вы включили активную мышцу, не обеспечив правильное питание, вы свою иммунную систему ослабили. Иммунитет ослабел. А иммунитет это борьба с токсинами, которых в экологии сегодня полно, это борьба с вирусами, борьба с бактериями, борьба с онкоклетками, борьба за преждевременное старение, вернее, с преждевременным старением, борьба со старыми изношенными клетками. То есть, это все работа иммунной системы. скажем так, съели избыток, вернее, запасы белка, вы ослабили автоматически свой иммунитет. По дороге вы попадаете в состояние дистрофии. То есть, то же вариант, потому что обкрадываются все системы, в первую очередь иммунная система, а потом все остальное. Поэтому вы должны понимать, что движение да, что говорят кардиологи, вы должны двигаться с интенсивностью 50-70% от максимальной своей нагрузки, да, в течение дня Академик Амосов, знаете, ему памятник нужно ставить за то, что он в принципе признал, вначале он говорил, ребята, тысячу упражнений, тысячу выполнений одного и того же упражнения, потом сказал, ребята, нужно просто двигаться. Просто он был холериком, я понимаю, он как холерик относился к окружающей среде и к своему здоровью в частности. Поэтому тут важно принцип разумной достаточности. Да, движение нужно, вот, и разумное движение должно быть, а индикатор, я вам уже сказал, это в топ-2. То есть, вы должны двигаться с той скоростью, когда у вас не возникает необходимость открывать рот, когда вы можете спокойно дышать через нос, не вопрос. Но тут еще, конечно, вы должны понимать, что условия, то есть, вы дышите правильно, дышите рационально, вопрос, конечно, каким воздухом дышать, но об этом я уже вам сказал. И движение нужно совершать именно в тех условиях, когда у вас вас окружает комфортный воздух, комфортный для вашего организма. ТОП-6. Самый сложный компонент. Это эмоции. Это стресс. К сожалению, большинство людей плохо относятся к окружающей среде и к своему отношению, к своему положению вне частности. То есть, если вы достаточно активно участвуете в окружающей среде, не вопрос, но, знаете, как говорил товарищ Дзержинский с холодной головой, если вы вводите, вгоняете себя в состояние стресса, увы, кардиологи говорят, что такое отношение к окружающей среде резко повышает риск умереть от инфаркта либо инсульта. Поэтому вы должны понимать, что да, активность нужна, да, работа важна, вы это можете делать, но в состоянии более-менее спокойном, более-менее уравновешенным. То есть, это все правильно. То есть, есть различные техники, есть различные тактики в этом направлении. Да, вы просто должны понимать. Через понимание. Вы знаете, индусы, мне очень нравится это выражение, часто его повторяю, только не сведующее сердится, мудрый понимает. Если вы находитесь в зоне мудрости, а скорее всего, что вы там, раз вы ищете, как правильно питаться, то вы должны понимать, что окружающие среде, это тренировка вашего организма, которая разными ситуациями, в которые вы попадаете или в которых вы находитесь, она вас тренирует. И вы должны находить в этой ситуации наиболее оптимальное решение. Желательно, без состояния стресса, спокойно, методично, выполнять те функции, те задачи, которые вы перед собой поставили. Если у вас это получается, прекрасно. Если у вас не получается, в состоянии стресса, что получается? В состоянии стресса активируется одна система, сердечно-сосудистая. Потому что состояние стресса, Ганс Селье определил еще, он дал классификацию первой, стрессу такую вот, всеобъемлющую. Эта ситуация убегает или догоняет. Если навстречу вам саблезубый тигр, то понятно, вам без разницы, на каком уровне здоровья он вас ест. Ваша задача удрать. А будет это влево, вправо, вверх, вниз, туда, только не к нему, потому что, как правило, вы слабее, чем саблезубый тигр. Если же у вас другая ситуация, вы голодный, вы видите зайца, то понятно, у вас ситуация другая включается, догоняй. Потому что умереть от голода тоже можно. Но сегодня эта ситуация реже возникает по той простой причине, что у нас зайцы находятся практически везде. У вас дома есть холодильник, где есть питательные вещества различного качества. И тут очень важно понимать, что в вашу машину очень дорогую при рождении нужно вкладывать хорошее, качественное топливо, правильное питание, а не всякий гастрономический мусор. Вы понимаете, чем вы должны питаться. Такие же зайцы находятся в окружающей среде. Система общепита, вы можете выбрать наиболее приемлемую вам систему питания и использовать ее. То есть чувства голода у нас в принципе нет. Но нужно просто эту ситуацию понимать. Если вы все делаете правильно, прекрасно, потому что в состоянии стресса блокируется работа пищеварительной системы. И у вас пища полноценная перевариться не может. А пищеварительная система всегда, так или иначе, наполнена пищей. Но если бы там была только пища, было бы неплохо, ну как бы ладно, поволновались, там пища полежала, потом опять переваривается. Пока вы волнуетесь, пищеварение тормозится, а бактерии, которые там сидят, нет. Им хорошо, им там всегда тепло, влажно, и периодически вы стрессовыми ситуациями добавляете им еды. Им больше еды, а не вам в ответ больше токсинов. А с этими токсинами нужно справляться. А во время стресса блокируется работа печени, почек, двух основных фильтров. То он будет очищать кровь. Понимаете, да? Куда попадут эти токсины? Вместо того, чтобы попасть в окружающую среду, будут бить ваши клетки. Будут вызывать там воспалительные процессы, будут вызывать преждевременное старение, онкологические заболевания. Не важно, какая проблема может возникнуть на этом фоне. Вы просто должны понимать эту ситуацию. И правильно использовать. Потому что, я почему поставил эмоции на последнее, на шестое место? Потому что все предыдущие факторы, они фактически направлены на то, чтобы обеспечить работу вашего мозга. Что он будет генерировать? Какие мысли, какие действия после этого возникнут? Это уже от него зависит. Но если вы обеспечили ему правильное питание, вы получаете эффективную и интенсивную работу. если не правильное питание, появляются различные варианты выхода из той ситуации, в которую вы невольно поставили свой организм. Если мозг не получает питательные вещества, у женщин появляется такой синдром женский ПМС, хотя он не только женский. Потому что, когда у женщины появляется ПМС, ПМС распространяется на все ее ближайшее отдаленное окружение. Появляется детский, мужской ПМС, мужской ПМС это рыбалка, охота. ПМС на работе это попытка уехать в командировку. ПМС у детей, дети уходят в нирвану, в интернет. Когда мозг мужской не получает правильное питание, тоже изменяется активность. Появляется агрессивность, появляется нервозность. Разные варианты это активные реакции, пассивные реакции это состояние депрессии. Это тоже реакция мозга на неправильное питание, которое ему обеспечили. Знаете, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Кое питание дали, так мозг и работает. Вы должны это понимать, что не человек плохой, просто питание мозга вот такое. Мозг это индикатор правильного питания, которое ему попадает. Если к мозгу попадает чистая полезная кровь, то мозг работает эффективно. Если нет, он начинает разными вариантами напомнить человеку, что питание это не полноценное, питание это неправильно. По дороге, конечно, если больше токсинов попадает, может и головная боль появится. Тоже вариант, потому что нос сигнализирует плохо, грязно в организме. Гемотоэнцефалический барьер пройден токсинами, он отсекает, но не все. Он может многое отсечь, но далеко не все. Вы это должны просто понимать. И вот эти топ-6 это очень важно. Наверное, надеюсь, уже поняли, что все шесть компонентов важны. И вам нужно их понимать, их знать. Знаете, как говорится, с этой мыслью нужно переспать, поэтому продумайте всю эту ситуацию на досуге. А дальше выполнять. Потому что самая большая ценность это ваше здоровье. И самый заинтересованный человек в вашем здоровье это вы. И чем правильнее вы будете поддерживать свой уровень здоровья, тем лучше качество жизни, выше качество жизни и активное долголетие. Оно будет за горами. Оно будет в перспективе и в отдаленной перспективе дольше проживете. Вы это просто должны понимать, что это нужно только вам. Это непосредственно вам нужно. Потому что очень дорого неправильным питанием испытывать возможности своего организма. Вы не знаете до конца всех возможностей, можно в конце концов когда-то перейти черту. Ну, если вы надеетесь на реинкарнацию, да, возможно, вы верите в то, что человек не один раз приходит в эту жизнь, но возможно, приобретя определенный опыт в этой жизни, вы можете его использовать в следующем, где-то на каком-то подсознательном уровне. Ну, я надеюсь, что я вам дал достаточной информации в правильном питании. вы теперь понимаете, что вот эти компоненты их нужно использовать, правильно использовать для вашего здоровья, для вашего активного долголетия. Ну, если вам нужно будет больше информации от меня, контакты вы видите, вы легко можете по ним обратиться, они все реальные. Вот, и мы сможем обсудить то состояние здоровья, тот уровень здоровья, который у вас есть, и как его скомпенсировать, как создать наиболее комфортные, наиболее оптимальные условия по всем позициям, которые я обозначил. А я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. И до новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok